Семинар для представителей общественных объединений и фондов проводится в Брестском областполкоме ежегодно. Его цель – разъяснение вопросов, касающихся деятельности этих организаций, правил представления ежегодной отчетности, ведения дела производства, взаимодействия с государственными органами, регулирования трудовой деятельности, налогообложения некоммерческих организаций и других вопросов. Главное управление юстиции Брестского областполкома ежегодно организует бесплатные обучающие семинары по вопросам создания деятельности общественных объединений и фондов. В связи с новациями в законодательстве, касающихся деятельности общественных объединений, содержание их отчетности, ведение делопроизводства, изменения, внесенных в Трудовой и Налоговый кодекс Республики Беларусь, мы в этом году пригласили специалистов компетентных государственных органов для разъяснения законодательства в своей сфере. Впервые в этом году мы пригласили на семинар специалиста для разъяснения основных аспектов написания гуманитарных проектов, так как у большинства общественных организаций есть очень много идей, на воплощение которых они порой не находят средства. И вот гуманитарные проекты как раз являются одним из источников финансирования таких проектов. Также на семинаре мы разъясняем типичные нарушения, выявленные в ходе проведения проверок общественных организаций с целью их дальнейшего недопущения. Так, чтобы не нарушить действующие законодательства, фонды до 1 марта 2024 года и общественные объединения до 31 марта 2024 года должны посредством размещения в СМИ или на своих официальных сайтах в интернете предоставить отчетность о своей деятельности, а также о поступлениях и расходовании денежных средств и иного имущества. В текущем году согласно нормам налогового кодекса для некоммерческих организаций, к которым в том числе относятся общественные объединения, при наличии объекта налогообложения предусмотрена обязанность подавать налоговые декларации в виде электронного документа оборота, подписанного электронной цифровой подписью, исходя из сроков, установленных нормами налогового кодекса. Что значит в рассматриваемом ракурсе наличие объекта налогообложения? Денежные средства общественной организации формируются из различных источников, незапрещенных законодательством. При использовании такого имущества по целевому назначению некоммерческие организации не уплачивают ни налог на прибыль, ни налог в приупрощенной системе налогообложения. В то же время, если в ходе осуществления своей уставной деятельности общественные объединения используют полученное имущество на иные цели, чем те, которые предусмотрены уставом, либо осуществляют предпринимательскую деятельность через созданную коммерческую организацию, что не запрещено законодательством, возникает необходимость уплаты соответствующих налогов. Обучающий семинар – это также удобная диалоговая площадка, где представители общественных объединений делятся своим опытом и обсуждают проблемы, которые возникают при осуществлении деятельности, в том числе и взаимоотношениях с государственными органами. Вы знаете, ну, в силу того, что я работаю все-таки с 1 сентября 1982 года и не всегда в общественном объединении, то есть общественное объединение – это, скорее всего, хобби, да. И, скажем, первое, что для меня было, это был культурный шок, что эти все семинары, что так много информации абсолютно бесплатные. Даже сейчас у меня лежат приглашения на вебинары, на семинары, практически на те же темы, но платные. И, конечно, для общественного объединения, которое не является коммерческой структурой, это большая помощь. И плюс, конечно, информация от и до. Это и кадровые моменты, и налогообложение, и оформление, и сдача отчетов. Ну, практически это работа от А до Я. Кстати, на сегодняшний семинар, он уже стал традиционным, мы уже привыкли к этому, потому что на таких семинарах мы узнаем какие-то, скажем, новшества, связанные с нашей деятельностью, какие-то новеллы законодательства, новшества, связанные с представлением отчетности в Главном управлении юстиции. Поэтому приезжаем для того, чтобы, скажем, узнать вовремя и правильно подготовить годовую отчетность о своей деятельности. Если вы нуждаетесь в дополнительной информации, то на сайте Главного управления юстиции в разделе «Напоминания» размещены образцы примерной формы отчетности для общественных объединений и фондов. Василина Бускевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.